так вот такое у нас тут оставил я свои колеса у романа был я у ребят вспомнил его визуально оставил колеса и поеду в заславлю за кормом езжу пока не одна машина очереди цена вопроса что я хочу сделать балансировка зимней зимние резины на штампованных дисках покрашенных мной замена если надо сосков короче 30 рублей 10 долларов поменять по концовке скажу сколько чего поеду магазин куплю комбикорма курочкам все равно это выгодно грубо говоря 30 рублей мешок 30 килограмм так 7 яиц день 7 на 5 7 на 6 40 6 дней 4 десятка 4 десятка это 20 рублей короче за 10 дней они мешок этот отбивают а мешка хватает на 30 дней на месяц с добавлением картошки нам кабачков потом сечка еще есть нормально на день человек работает не спеша роман не торопясь так что в заславле ничего не надо вот такого особого все есть конечно как раньше если если на одних и тех же дисках ездить допустим на ли на литве ну каждый сезон два раза в год переобуваться в зависимости от радиуса колеса цены разные в Минске по моему под 100 рублей сейчас вот переобуться то есть снять резину летнюю и на те же диски надеть надеть зимнюю с балансировкой с заменой клапанов это больно дешевле конечно я хорошо Сергея купил дешевле имеет два комплекта кто-то пишет оно того не стоит ну 24 года машине никто эти диски не трогал никогда я имею ввиду то что я ржавчину убирал болгаркой чистил как не стоит ну конечно когда лишние деньги есть купить нужно на зиму тоже литье но литье на зиму где-то по бордюру зимой это не его не выправишь потом удар и все и выбрасывай на зиму я предпочитаю стампованные стампованные диски вот я их там почистил два дня убил покрасим ну и что сейчас отбалансирует снял четыре болта сам бы кинул но уже за одно коль я здесь уже так поменять это не так долго открутил болты поставил уже хорошее балансирует балансированную резину отбалансированную и живи дальше себе да радуйся ну потрачу немного времени четверг завтра на работу не забыть после работы заеду к товарищу из мебели кое-что забрать помочь ему и на мастерскую завезу поставлю шкаф возле двери надо потихоньку тоже как наводить порядке в чем-то задач много как всегда все надо делать машину к техосмотру готовить а здесь вот техосмотр это вот направо тоже заставлю станция в декабре где-то зимой поеду на техосмотр заправка комбинационера вот сюда да здесь вот станция техосмотров была здание приехали за комбикормом комбикормом заедут я у него колеса оставил говорили что я буду где-то задержаться что давай сделай без меня вот магазин справа встал и фиат постоим подождем женщина это хорошая пойду схожу так все не торопливо потихоньку не спеша помогла дедушке закинуть мешочек женщина приятная женщина пообщались помогли поменять над мешками ценники в файлах так что дала на пробу за мою помощь мешочек какого-то микста смесь зерновых тут кросса кукуруза ячмень еще что-то а пшеница дробленка говорит попробуйте не давая пока комбикорм попробуйте как пойдет говорю спасибо вот тут не торопясь люди ходят кто-то кукуруза говорит кормят знакомых там много у нее говорит куры жреют яиц не несут одной кукурузой нельзя не кукурузой ну комбикорм химия да где сейчас химии нет а яйца то привыкла все равно яйцо по вкусу по вкусу вот это домашние ну значительно отличается они же тут и солнце видят и траву едят куры где-то червячка где-то белок натуральный то есть трава опять же все натуральное и конечно яйцо формируется у них вот раз в два дня они стали нестись ну кто-то чаще несется какая-то супер продуктивная курица поэтому когда они конечно на природе и на свободном выгуле у них и результативность получше отдача побольше сейчас отдавать резона нету пока тепло они несутся нормально холоде да смысл зимой не наездишься на дачу держать я же не знаю сколько им в каком возрасте их отбраковывали ну может быть пик яйценоскости у них летом был молодые довольно куры не старые судя по их параметрам скажем так на момент покупки лапы клювы все нормально не сказать что они там трехлетки какие-то неслись хорошо и крупное яйцо вот вот круг видите знак уступи дорогу при въезде стоит вот мне будет справа массу ступать и теперь я пойду на круге главной пойду направо с круга с с повечей недалеко ну м м м м м м Так, неизбежно, вот машина есть, новая есть. Конечно, процентов восемь процентов, да я не знаю, сколько процентов, сейчас уж не скажу, что их небыдное тело от двух тысячных годов. Степло сегодня хорошо на улице. Ну, нагоняет какие-то облака. Но Света посмотрела, супруга посмотрела, прогноз долгосрочный вроде бы, и заморозки обещают. Снял я лук, чеснок, домик поставил, удивительный домик, иногда лесной приезжаешь, находишь яйца, они не замерзшие и свежие. Чеснок лежит, мороз до минус двадцати и больше был. Ничего в домике не с ним не стало. Может, это камень волшебный, который охранник у нас. Два по бокам. Один я поставил, второй не смогла и никто еще выкопать. Никто бульдозер вызывали. Где-то, может, внизу монолит. Монолит стоит. Так что строится вот поликлиника и больница слева. Прямо вот на въезде к Заславлю. Это очень здорово. Людям помощь какая. Не надо в город куда-то или специалистам. Я думаю, что нормальная под специалистами. Все, опять кружок такой. Прямо вот на въезде к краю. Этак. Слова на изкулье. Романо. Где-то дороги. Все еще стоит этот форт. Подождем.